Продолжение следует... 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 Большое количество дневниковых записей и десятки миллионов людей познакомились с этим уникальным уголком планеты. Последующие труды стали хорошей основой для последующих публикаций. Одна из них состояла совсем недавно. Это публикация его трудов, над которой работали ученые как в 20 веке, так и в 21 веке. Это те собрания сочинений в шести томах, которые сейчас дают нам возможность познакомиться с этим уникальным уголком планеты. Ну и на английском языке, конечно, было достаточно много публикаций Николая Николаевича. То есть можно сказать смело, что он популяризировал очень серьезным образом остров Новая Гвинея, свои исследования и то идеологию, которую он проповедовал о равенстве рас и народов, что достаточно важно проповедовать не только в этом уголке планет, наверное, и по всему миру. Мы можем вспомнить и о тех традициях исследований острова Новая Гвинея, потому что их продолжили на столетие. Российская Академия наук. Было две экспедиции отечественных ученых. И в последующем мы на основе этих экспедиций провели наши российские экспедиции уже в 17-19 годах. Безусловно, российские ученые посещали этот уголок планеты, уникальнейший уголок планеты. И все те материалы, которые они собирали, сейчас собраны как в шеститомном собрании сочинений, так и в публикациях, которые сейчас у нас выходят о острове Новая Гвинея, об исследованиях, отклик коренных жителей на визит последующих экспедиций после Николая Николаевича был невероятно позитивным. Именно по той причине, что память о русском ученой, который уважительно относился к местным жителям, сохраняют из поколения в поколение. И это позволяет сейчас выстраивать крепкие, теплые отношения не просто между учеными, а выстраивать их и между нашими странами, помня о тех принципах, которые проповедовал русский ученый и том отношении, которые сейчас проповедуют к нам наши друзья папу-новогвинейцы. Я должен вам сказать, что Майкл Самара, основатель и первый премьер-министр независимого государства Папу-новогвинейцы, специально во время наших экспедиций в 2017 году прибыл на берег Маклайд для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение и показать важность того, чтобы мы выстраивали наши отношения. В этом году, к сожалению, он покинул нас, но память о том, насколько он много сделал и те контакты, которые он дал нам, позволяют нам сейчас смело смотреть будущее, потому что этот человек, который много вложил для того, чтобы российская папу-новогвинейские отношения возродились именно на той стороне и получили хороший импульс и поддержку. Немаловажно и вспомнить о первом визите, это Мауре Кике. Интересная книга, которая была опубликована. Мы можем смело говорить о том, что Мауре Кике это пример того, как можно действительно из простых людей выйти на тот уровень, который позволяет нам выстраивать отношения. И он первый посетил, один из основателей государства, первый посетил у нас Советский Союз, познакомился тогда, очень много интересного привез потом и в папу-новогвиней, в том числе и развитие, кстати говоря, свиноводства, о котором он в последующем говорил. Мы также можем помнить и о том, как нас встречали по итогу наших экспедиций, по итогу предыдущих экспедиций. Именно эта линия, она сейчас у нас сохраняется и мне очень приятно, что мы можем об этом говорить, видеть такие теплые отношения. Например, Майкл Самара во время нашей встречи был поражен, насколько много в России знает о папу-новогвиней. Вот я ему сейчас демонстрирую те коллекции, которые сейчас хранятся в кунсткамере и, соответственно, именно эти коллекции, сейчас подобные коллекции мы собрали на берегу Маклая и привезли их для российских музеев, в том числе и при помощи, и благодаря Майклу Самара сейчас они у нас здесь, абсолютно безвозмездно переданы от жителей берега Маклая. Кстати говоря, и российский флаг они поставили сами в знак приветствия и уважения к России. Это тоже много значит для нас. Немаловажно и то, что во время наших официальных мероприятий, саммит АТОС. Официальные мероприятия, как АТОС, например, мы проводили много мероприятий в культуре и в общественной сфере, и поэтому мы успели рассказать много другим о России. Речь о наших дружественных отношениях не только исходя из выгоды экономической, а исходя из каких-то тех традиций, которые глубоко у нас есть, тех традиций уважения к друг другу, тех принципов уважения к друг другу, которые позволяют выстраивать основу и смотреть в будущее. Это тоже важно. Визит наших папу-новогвинейцев, первый визит, когда встречали мы их в Москве и в Петербурге. Вот здесь вот фотография, когда Юрий Мефович Соломин, который сыграл роль Миклуха Маклая в фильме о Миклуха Маклая, потому что помимо книг было снято еще и два художественных фильма о Миклуха Маклая. В Советском Союзе, скажем так, знал практически каждый эту фамилию легендарного путешественника. Вот он встречал и попросил, чтобы они обязательно приехали в Малый театр в Москве для того, чтобы увидеть, поприветствовать и познакомиться с ними. Вот наши папу-новогвинейцы в русском географическом обществе, где они увидели, насколько много в России есть фактов, сохраненных об истории папу-новогвинейцев, об истории северо-востока острова Новая Гвинея, что позволяет и им во многом узнать свою историю, познакомиться с ней. У нас произошло событие, благодаря нашей общей совместной работе, как партнеров из папу-новогвинейцев, так и с российской стороны Министерства иностранных дел, был открыт первый русский уголок, российский кабинет, в котором мы теперь можем показать уголок России, познакомить жителей Порт-Морсби, да и тех, кто там бывает с российской культурой. Мы привезли достаточно немало книг, материалов, фото, видео, компьютеры, систему для возможности обучения русскому языку. И, надеемся, после наших ограничительных мер, не только дистанционно, но и очно начнем общаться для того, чтобы учить наших друзей русскому языку. В конце концов, Миклуха Маккай же выучил бунгуанский язык. Я думаю, что не будет сложно выучить и наш. Проведены и также две встречи, немаловажные это в Москве и в Порт-Морсби. Опять же, это благодаря совместному усилию мы по итогу в основном в саммите АТС, который позволил нам познакомиться с возможностями бизнеса. Ну и это заложило основу того, что мы теперь понимаем, в каких направлениях нам интересно будет сотрудничать и с кем иметь контакты по возможному развитию этих отношений. Два слова буквально о том, что наш фонд сохранения культуры наследия Миклуха Маккай проводит мероприятия в культурной и гуманитарной сфере. Это самое наше главное направление, как в России, так и в Папу-Новой Гвинеи. Мы в первую очередь стараемся знакомить с культурой и традициями как россиян, так и Папу-Новой Гвинеицев с российскими традициями, потому что считаем, что это закладывает хорошую основу для всех стороннего сотрудничества. Это важно, когда мы знаем друг друга, когда у нас есть теплые отношения. Вот ряд мероприятий мы здесь продемонстрируем, в том числе и в МИДе, в том числе и в библиотеке Папу-Новой Гвинеи. И премьер-министр Папу-Новой Гвинеи нас премьерствует Джейс Мараппе. Я хотел передать слово Людмиле Георгиевне Воробьевой, послу Российской Федерации в Папу-Новой Гвинеи, благодаря которой многие события, о которых я сказал, смогли состояться, благодаря ее серьезной поддержке. И благодаря тому импульсу, который она задает, я могу сказать, что те отношения, которые были немножечко в стагнации, сейчас развиваются очень быстро. Для меня большая честь представить Людмилу Георгиевну Воробьеву на сегодняшней конференции посла Российской Федерации по совместительству Папу-Новой Гвинеи. Спасибо большое, Николай Николаевич. Уважаемые коллеги и друзья, искренне рада приветствовать вас всех из Джакарты, всех участников международного симпозиума «Россия по Папу-Новой Гвинеи». Очень знаменательно, что этот симпозиум проходит в нынешнем году, когда мы отмечаем сразу два юбилея. Это 45-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и 150-летие контактов российской и новогвинейской культур, начало которым, как известно, положила экспедикция Николая Николаевича Миколуха Маклая на остров Новая Гвинея. Между Россией и ПНГ сложилось традиционно дружеское взаимодействие. На заре официальных связей между нашими странами Советский Союз стал одной из первых стран, признавших в 1976 году независимое государство Папуа-Новой Гвинеи. Николай Николаевич упомянул личный вклад первого премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Майкла Самары в установлении контактов и развития связей. Между нашими государствами хотел бы вновь выразить глубокие соболезнования новогвинейским друзьям в связи с недавней кончиной этого выдающегося государственного деятеля. Прочнейшим событием двусторонних отношений последнего времени стал визит бывшего председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева в Порт-Морспе для участия в саммите АТЭС в 2018 году, на полях которого прошли его обстоятельные переговоры с бывшим премьер-министром ПНГ Питером Униловым. Достигнутые договоренности и работа по их реализации придали существенный импульс нашему сотрудничеству. К сожалению, в связи с пандемией COVID-19 была отложена намеченная на 2020 год поездка премьер-министра Джеймса Мараппы в Москву. Рассчитываем, что эти планы удастся осуществить после нормализации санитарной и эпидемиологической обстановки в мире. Россия и ПНГ координируют подходы к решению основных международных проблем и на полях Генеральной Ассамблеи ООН. С 2012 года Папуа-Новая Гвинея является постоянным участником ежегодных встреч министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с высокими представителями островных государств Южной части Тихого океана. В фокусе нашего внимания находятся вопросы практического взаимодействия, в том числе в экономике. К сожалению, вследствие обстоятельств, вызванных пандемией, взаимный товаровой рот по итогам 2020 года сократился на 20%, в составе всего лишь 4,2 миллиона долларов США. Очевидно, что эти цифры не отражают имеющегося потенциала, и сторонам предстоит серьезно поработать в направлении улучшения торговых показателей. В частности, с целью решения этой задачи нам, конечно, было бы желательно выйти на подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам торговли и инвестиций и соглашении о взаимноотвенении ВИЗ, которые находятся сейчас в работе. В качестве перспективных направлений кооперации можно выделить сельское хозяйство, это поставки зерновых, специальные техники, удобрения, рыболовство, включая лов и приработку тунца, транспорт, энергетику, нефтегазовую, горно-рудную промышленность, туризм, науку, образование. В этой связи хотел бы отметить отсутствие каких-либо ограничений для доступа на российский рынок новогвенийских товаров, соответствующих необходимым стандартам качества. Например, мы заинтересованы в выборке высококачественного новогвенийского кофе, чая, какао-бобов, кокосового молока, морепродуктов. В пандемии COVID-19 не только формирует угрозы, но и создает возможности для развития двустороннего партнерства в такой сфере, как здравоохранение. Российская Федерация открыта для сотрудничества в части, касающей поставок вакцины «Спутник Ви», которая на настоящий момент зарегистрирована в 66 странах с общим населением более 3 миллиардов человек. В нашем активе имеется еще несколько антикоронавирусных вакцин, которые также постепенно получают международную сертификацию. На регулярной основе приглашаем новогвенийскую сторону к налаживанию образовательных обменов. В настоящее время желающие могут подать заявку на официальном портале «Education in Russia» и пройти конкурс на обучение в российских вузах по квоте, предоставляемой правительством России. Существенным подспорьем для укрепления гуманитарных контактов между Россией и ПНК, несомненно, является деятельность Фонда этнокультурного наследия Миклуха Маклая, о деятельности которой рассказывал Николай Николаевич. Как уже было сказано, коллеги из Фонда провели научные экспедиции на берег Маклая в 2017-2019 годах, открыли кабинет Русского мира, в Центральной библиотеке ПНК организовали деловые форумы в Москве, Санкт-Петербурге и Порт-Морске, а также провели тематическую фотовыставку в МИД России в апреле 2019 года. Рассчитываем на дальнейшее продуктивное взаимодействие с вами, Николай Николаевич. Подводя итог, хотела бы напомнить о главном принципе внешней политики Папуа-Новой Гвинии. Друзья всем, враги никому. Хотела бы пожелать, чтобы настоящий симпозиум стал очередным шагом к укреплению взаимопонимания и партнерства между Россией и ПНК, а главное, установлению прочных дружеских связей между нашими народами. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Лена Георгиевна. И я, если позволите, хотел сейчас передать слово Олегу Перковыбековичу. Дело в том, что для нас большая честь, что доктор исторических наук, директор Института востоковедения Российской Академии наук сейчас выступит с приветственным словом. Олег Перковович, вам слово, пожалуйста. Добрый день, доброе утро, коллеги, уважаемые коллеги, друзья. Позвольте мне поприветствовать участников международного симпозиума «Россия-Папа» и Папуа-Новой Гвинеи, посвященная в 45-летие установления дипломатических отношений между Папуа-Новой Гвинеи и Россией. Конечно же, отношения между нашими странами и народами гораздо глубже. И, тем не менее, эта дата тоже очень важна, поскольку характеризует новый стакт наших двусторонних отношений. Для Института востоковедения РАН направление Юго-Восточной Азии, в том числе направление изучения Южно-Тихоокеанских исследований, являются достаточно важными. Мы создали в Институте специальный центр, который по праву возглавляет Николай Николаевич Миклуха Маклай. Один из очень, наверное, активных наших сотрудников. Хочу сказать, что мы с глубоким удовлетворением восприняли факты издания, переиздания нового издания, дополненного, исправленного, шеститомного в семи книгах, собственно, собрания сочинений Николая Николаевича Миклуха Маклая. Это вообще очень большая работа, которая стала возможной прежде всего благодаря не только высокой научной квалификации, но прежде всего того энтузиазма, который, тот огонь, который горит в наших коллегах. И я считаю, что это очень большое, очень большое достижение. И мы много программ своих обновляем. И хотелось бы вообще пожелать успехов и ассоциаций южно-тихоокеанских исследований, которые собирают специалистов. И это очень правильный подход, инсолидация специалистов в таких специальных узких направлениях. И еще хотел бы сказать, что это не просто исследования академические, но и с выходом на современность. Мы действительно в институте и вообще в Востоковедниках комплексная наука представляет не только изучение истории, культуры, но и современных политических отношений, актуальных проблем, в том числе взаимоотношениях, без взаимоотношений. Но здесь я хотел бы отметить очень важную вещь, а именно то, что сейчас у нас идет очень важная, очень большая работа. Мы расширились, у нас практически весь Восток мы покрываем восточную археологию, очень сильно развиваем и восточные экспедиции на Восток. И это не только археологические, конечно же. Это и этнографические, но не только этнографические. Все-таки наш подход, в том числе, поскольку этнология – это тоже часть Востоковедния, комплексной науки, мы изучаем не только быть нравой традицией, но изучаем и культуру. И здесь, мне кажется, культура и позитивный опыт. И я думаю, что культура и позитивные опыты в отношениях, которые мы получили, и исторические опыты в наших отношениях. И мне кажется, то, что уважаемый господин посол сказал, вот этот даже принцип, что ноль врагов, все друзья – это вообще отношения культур, у которых еще совсем недавно основной формой культуры была устная культура. То есть это особый мир, который, наверное, надо изучать и понимать, что мы утеряли за тысячелетия нашей истории. И мне кажется, что взаимное насыщение, взаимная поддержка и взаимное изучение друг друга, и взаимное познание друг друга – это было бы как раз тем направлением деятельности, которое институт бы поддерживал. Мне кажется, как раз вы находитесь на правильном пути. Желаю успехов в конференции. Спасибо. Огромное спасибо, Олег Пирогович, за ваше выступление и приветствие. Я хотел отметить, конечно, и поблагодарить за то, что в том году институт востоковедения под вашим руководством выделил то направление, которым сейчас мы занимаемся. Это Центр изучения Южно-Тихианского региона, о чем вы упомянули. И благодаря чему и на основе которого сейчас у нас создается и уже работает Всероссийская ассоциация исследователей Южно-Тихианского региона, которая позволяет нам наладить и научные, и гуманитарные, и всесторонние связи. Гарри Джуфа, человек, который много сделал для Папу в Новой Гвинеи, член парламента, губернатор провинции Ора, спецпредставитель по России, который был назначен специально премьер-министром Джеймсом Мараппо, сейчас на связи. Я бы хотел, чтобы мы поприветствовали его, и Гарри Джуфа. Пожалуйста, вам слово сейчас. Я хочу поблагодарить всех за ваше внимание и хочу поблагодарить всех за то, что пригласили меня выступить сегодня здесь. Мой русский ужасен, на самом деле, поэтому я ограничен, к сожалению, и могу говорить только на английском в рамках вот данной конференции данного симпозиума. Я очень рад, что здесь присутствует мой замечательный друг Николай и также посол в анонезе Людмила. Спасибо вам. Я рад, точнее, видеть вас здесь сегодня. Я знаю, что Николай, конечно, уже сделал замечательную, проделал замечательную работу, проинформировал вас о Папанове, в Венеерских заловом, но, конечно же, в мире в целом существует большое количество различных языков, большое количество племен. И у нас также, например, в нашей стране находятся самые крупнейшие тропические леса и значительное биоразнообразие. Наша страна все-таки достаточно, наша нация, так называемая, она очень молодая и всего лишь 45 лет. Поэтому очень сложно все-таки вот эти тысячи племен, которые говорят на 180 языков, все-таки как-то вместе собраться и стать вообще как-то ровным государством, как таковой страной. И поэтому я думаю, что все-таки Россия, она сможет понять, она может понять вот такую ситуацию, которую наблюдается у нас в стране, потому что это действительно очень серьезное разнообразие. И поэтому мы действительно очень рады сотрудничеству с Россией. Меня назначили послом в Россию, меня назначил партнер-министр Папановой Венеи, который, к сожалению, сегодня не смог присоединиться к нашему симпозиуму для того, чтобы высказать что-то от себя, но я сегодня говорю от него, поэтому таким образом он также хотел, конечно же, и поприсутствовать друзей из России, друзей Папуановой Венеи, также поприветствовать господина Николая Николаевича. А также мы хотели также упомянуть об открытии российского уголка и преподавании российского языка. Это также очень хорошо, людям очень интересно узнавать что-то о России. Наш отец-основатель, первый человек, который принес независимость Папуановой Венеи, Папа Самаре, к сожалению, он в этом году уже умер. И он, его политика была следующая заключалась. Мы для всех друзья, и мы ни для кого не враги. То есть мы друзья всех наций, всех государств. И, соответственно, мы сейчас вот такой, наша страна, я такой пионером в этом отношении. То есть мы пытаемся подойти к другим странам с этой идеологией. То есть мы пытаемся подойти вне зависимости от того, какие религиозные убеждения, какие-то другие политические убеждения у других стран. То есть это вот наше отношение, такое наше отношение. Мы приняли ко всем государствам. Папа Новая Венея – это одно из самых богатых государств в мире. Возможно, здесь речь идет, конечно же, не о деньгах, но речь идет, например, о природе. То есть у нас замечательное природное богатство, культурное богатство, социальное богатство, историческое богатство. То есть в этом плане мы очень богатая нация. И очень долго мы все-таки ликвидировали наши природные ресурсы. Сейчас мы просто хотим как-то монетизировать их. Сейчас мы пытаемся найти способ разрабатывать эти ресурсы, использовать их. При этом, конечно же, мы хотим предоставить возможность другим странам, зайти другим компаниям, использовать их как-то, если они предложены в хорошую цену. У нас есть, например, рыба, есть никель, медь и многое другое. То есть у нас очень множество различных ресурсов, множество месторождений. Конечно, наша страна небольшая, у нас всего 10 миллионов человек, это население. Но, тем не менее, мы находимся в Южно-Тихоокеанском регионе. И, тем не менее, ведь вы же знаете, что этот регион, это в целом одна пятая мира. И, соответственно, мы полагаем, что все-таки значительная часть вот этой одной пятой мира, это все-таки также плановое обвинение. Поэтому мы также считаем, что мы можем выступать и говорить, выступать в этом мире так же, как любая другая страна. И в целом, вне зависимости от того, что есть у других стран с точки зрения, допустим, возможностей финансовых, экономических, военных и так далее. Сегодня мы узнаем и получаем очень интересные уроки. Уроки относительно нашей земли, относительно нашего будущего. Природа нам напоминает об этом постоянно и снова напомнила нам об этом. Причем очень явно она говорит нам о том, что то, что мы делаем, вот то, что мы делаем, мы должны об этом серьезно задумываться, делать это с умом. То есть, например, мы, люди, делали все, что мы хотим вообще на этой планете, считая, что мы тут единственные хозяева. То есть наше поведение, наше отношение привело к уничтожению большого количества. Теперь эти животные, эти виды находятся просто в исторических книгах, и мы никогда уже не сможем их увидеть. И мы попытались разрушить нашу природную среду. То есть мы стали производить различную неприродную, ненатуральную еду, напитки и так далее. То есть мы стали часто выбирать каких-то неестественных людей в неестественные парламенты и так далее. И таким образом все это и привело к такой ситуации, которая складывается. Я это говорю сейчас, потому что я сейчас формирую предложение относительно того, о чем я говорю сегодня. Точнее, я хочу это также заявить на мероприятие, которое придет в Лазбов в 2021 году. И все это касается нашей естественной среды, нашей природы, особенно это касается наших лесов. Сегодня мир стал понимать, что все-таки кислород очень важен. Мы не можем, мы можем какое-то время прожить без еды, сколько-то дней, даже недель. Без воды в течение скольких дней. Конечно же, кроме без минеральных ресурсов и энергии и так далее, которые мы сейчас производим, везде экспортируем и так далее, вы можете без этого всего прожить, то без кислорода вы не можете прожить и в трех минут. Мы ведь люди. И мы неправильно обращались с нашей землей, мы неправильно обращались с легкими и вообще с дыхательной системой нашей планеты. И сегодня нужно ответить, что это такое. Когда пришел коронавирус, он как раз таки повлиял именно на нашу респираторную систему. И дыхательную систему. Поэтому сейчас мы должны задуматься о том, что такое коронавирус для нас. Это говорит о том, что все нации должны собраться вместе и подумать о том, что мы можем сделать относительно нашего будущего. В Папуаново и Гвинеи мы сейчас пытаемся понять, каким образом можно к этому прийти. Как мы можем работать с нашими природными ресурсами, как можно делать это устойчиво и значимо и осознанно. И мы призываем страны, приглашаем страны, такие же страны, как, например, Россия. И, соответственно, мы услышали, что говорил Владимир Путин, и мы действительно очень гордимся им, его словами. Вот это то, что действительно нужно сделать. Мы не можем говорить только о прибыли. Мы не можем говорить только о корпоративных интересах. Мы должны говорить об ответственности. Мы должны задуматься о лучшем будущем для всех наших детей. Поэтому, конечно, я не хочу занимать слишком много времени, но я хочу сказать, что у нас есть вот эти природные ресурсы, и мы рады пригласить инвесторов из России к нам, приехать к нам, работать с нами. Не только речь идет о природных ресурсах, но также и о социальных ресурсах, культурном капитале, который у нас также есть. И я полагаю, что все мы можем развиваться таким образом, чтобы люди в этом мире также могли обогатиться за счет совместного работы и совместного сотрудничества. И, соответственно, я бы хотел, чтобы все из вас приехали в нашу страну, как, например, Николай, как приезжал, точнее, Николай, как приезжал также госпожа Людмила Воробьева. Большое спасибо. Пожалуйста, приезжайте всегда. Приезжайте в любое время. Я всегда рад представить вас, например, премьер-министру. И, конечно же, сейчас, к сожалению, мы не смогли за коронавирусом приехать в Россию. Большое спасибо и извините за то, что я заняла очень много времени, если действительно так случилось. Большое спасибо, Гарри. И большая честь, что мы можем сейчас действительно обсудить какие-то моменты и предложения. И, соответственно, те предложения, которые вы высказываете, можем уже конструктивно обсуждать с нашими партнерами российскими. Кстати говоря, вместе с ассоциацией мы планируем в следующем году сделать сессию, на которой будет обсуждаться как раз возможности сотрудничества России и Южно-Тихианского региона, где конкретно Папу Новогенея будет играть немаловажную роль. Поэтому приглашаем к участию в этом заседании, которое мы планируем на 2022 год. Я хотел бы сейчас передать слово Евгению Александровичу Канаеву, доктор исторических наук, заместитель руководителя департамента зарубежного региона Ведения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики, вице-президент по науке Всероссийской ассоциации исследователей Южно-Тихианского региона. Евгений Александрович, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Николай Николаевич. Дорогие коллеги, я коснусь современного состояния и тех возможностей и тех вызовов, которые стоят перед нашими странами в плане развития сотрудничества. И конкретно я буду говорить о трех вещах. Прежде всего мы поговорим о том внешнем контексте, в котором развиваются наши взаимоотношения. И этот контекст сейчас не менее важен, чем, собственно, двусторонние отношения. Коснемся мы и тех очевидных ограничений, которые, как бы там ни было есть, и которые понимать мы просто обязаны. И поговорим мы и о перспективных направлениях сотрудничества, именно в плане компетентного, глубокого и нюансированного понимания того, что мы можем сделать и на каких направлениях мы это сотрудничество можем развивать. Говоря о внешнем контексте, я бы сказал вот какую вещь. Мы должны выстраивать эти отношения, принимая во внимание фактор стратегического партнерства России и ОСИАН. Да, мы отлично понимаем, что это разные направления. Мы понимаем, что они по-разному организованы и содержательные, и с институциональной точки зрения. Но, тем не менее, это тот фактор, тот момент, который мы должны учитывать. Почему это так? Ну, не будем забывать, что 76-го года Папуа Новая Гвинея имеет статус обозревателя ОСИАНовского переговорного процесса. И в 89-м году Папуа Новая Гвинея присоединяется к договору о дружбе и сотрудничестве. И, разумеется, с пониманием того, что, опять же, и организационно, и институционально, и содержательно стратегическое партнерство России и ОСИАН, и двусторонний трек российско-новогвинейских отношений – это вещи нетождественные. Тем не менее, мы должны выстраивать эти отношения с учетом ОСИАНовского фактора. Ну, и не будем забывать, что после 75-76 года Папуа Новая Гвинея неоднократно ставила вопрос о своем присоединении к ОСИАН. Папуа Новая Гвинея и ОСИАН вынуждены реагировать на, в общем и целом, схожие вызовы. Но если ОСИАН находится между США и Китаем, то Папуа Новая Гвинея находится между Австралией и Китаем. И китайцы, говоря по-простому, уже подмяли под себя и нефтегазовый сектор, и строительство инфраструктуры, а то, что они не могли сделать, до них сделали австралийцы. И здесь мы видим корреляцию того, что происходит с точки зрения перспективных планов Папуа Новая Гвинея и ОСИАН. Ну и не будем забывать и о том, что Папуа Новая Гвинея и ОСИАН вынуждены реагировать на схожие вызовы по линии так называемых нетрадиционных угроз безопасности. Это и экология, это и добыча биоресурсов, это и то, что называется Humanitarian Assistance and Disaster Relief. То есть в этом отношении Папуа Новая Гвинея могут координировать собственные позиции, ну и, соответственно, выстраивая эти взаимоотношения, мы должны этот фактор тоже принимать во внимание. Выстраивая эти отношения, нужно, с моей точки зрения, быть реалистами и четко понимать, что мы можем сделать, а что нам будет сделать очень проблематично. И проблематично, с моей точки зрения, нам будет ответить на те вызовы, с которыми сталкивается в настоящее время Папуа Новая Гвинея по целому ряду направлений. Да, Папуа Новая Гвинея сталкивается с вызовами по линиях развития сельского хозяйства и образования, но мы знаем, что в южной части Тихого океана присутствует Австралия. И австралийские университеты очень сильны, и по этой причине, если речь идет о сфере, скажем, высшего образования, то здесь уже все ниши или заняты, или почти заняты. И нам нужно понимать, что мы имеем дело с очень сильными конкурентами. Если мы имеем в виду развитие газовой инфраструктуры, а Папуа Новая Гвинея уделяет большое внимание развитию этому направлению, то здесь, конечно, необходимо учитывать фактор Китая, который инвестировал уже 17 миллиардов долларов, и главным образом это пошло в горнорудную промышленность и развитие газовой инфраструктуры. Если мы говорим о цифровом сопровождении наших торговых обменов, то здесь, опять же, нужно понимать, что все карты в руках у Китая, и если Китай создает, скажем, производственную инфраструктуру, то он естественным образом обеспечивает цифровое сопровождение этой инфраструктуры, а следовательно, сопровождает торговлю еще и посредством своих онлайн-платформ. Людмила Георгиевна уже сказала по поводу состояния торговых обменов между Россией и Папуа Новой Гвинеей. Я думаю, что здесь особенно комментировать эти цифры не нужно, разве что здесь цифры за 2019 год. Мы туда поставляем и что мы оттуда привозим? Ну, привозим мы оттуда главным образом сырье, поставляем промышленную химию, инженерное оборудование, но сами по себе эти цифры, конечно, не могут считаться достаточными, это непозволительно мало. Коллеги, для сравнения, в 2019 году Китай наторговал на 3,8 миллиарда, а Австралия на 4 миллиарда. Да, можно сказать, что Австралия это фактор близости, и по этой причине у Австралии однозначно конкурентное преимущество по отношению к другим игрокам, но Китае 3,8 миллиарда, это тоже очень много. Если мы говорим о других формах сотрудничества, то мне не удалось найти информацию о наших инвестиционных проектах там и о новогвенийских инвестиционных проектах России. Возможно, коллеги меня поправят, но этой информации действительно в открытом доступе нет. Если мы берем другие возможности выйти на рынок, ну, например, та же самая франшиза, то мне довольно сложно представить, как развивать транснациональную франшизу, продвигать российские товары, будь то магазины шаговой доступности, будь то рестораны быстрого питания, будь то что угодно еще в Папуа-Новой Гвинеи. Дело в том, что здесь ключевой фактор – это отсутствие так называемых цепочек создания добавленной стоимости. И, скажем, если мы берем ту же Японию, то создав в Юго-Восточной Азии свои предприятия автопрома и бытовой электроники, она может развивать и рестораны быстрого питания, и франшизу, и так далее, потому что для этого есть объективная основа. А у нас этой объективной основы нет. Ну и, конечно, наше взаимоотношение серьезно подкосил нынешний кризис COVID-19. И дело здесь не только в том, что сократился турпоток в Папуа-Новую Гвинею, хотя страны южной части Тихого океана выделяют повышенное внимание развитию туризма. Дело в том, что Россия, проводя так называемые трафикообразующие мероприятия, проводит их без участия Папуа-Новой Гвинеи. Что такое трафикообразующие мероприятия? Ну, это, скажем, чемпионат мира по футболу в 2018 году, Олимпиада в Сочи в 2014 году. Это, опять же, то, что генерирует трафик, то, что дает устойчивый поток не только спортсменов, не только болельщиков, но и просто туристов. Но эти мероприятия идут без участия в Папуа-Новой Гвинеи. И перед тем, как перейти к нашим возможностям, я бы сказал еще вот какую вещь. Вот сейчас австралийские специалисты довольно пишут о том, что делать в условиях продолжающегося коронавируса и как развивать отношения с соседями по южной части Тихого океана. И одна из оценок такая, что нужно дать в виде грантов, не займов, а просто в виде грантов, то есть безвозвратно, не меньше 3,5 миллиарда долларов для того, чтобы как-то снизить остроту того, что происходит сейчас в южной части Тихого океана. Это увязывается с поставкой вакцины AstraZeneca, это увязывается с дальнейшим развитием тех же инфраструктурных проектов. И, опять же, выстраивая отношения из Папуа-Новой Гвинеи и с другими странами южной части Тихого океана, мы должны очень четко понимать, с чем мы имеем дело и с какими ограничениями мы можем столкнуться. Означает ли это, что у нас возможности ограничены настолько, что мы сделать можем не больше, чем то, что мы успели сделать сейчас? Все-таки нет. Мы можем координировать перспективные планы по ряду направлений, и я бы хотел поговорить о трех основных. Первое. Россия и Папуа-Новой Гвинеи участвуют в деятельности такой диалоговой площадки, как региональный форум ОСИАН. Мы знаем, что это диалоговая площадка, которая проводит такой мягкий мониторинг стратегической среды, и заявленные стадии диалога – это двигаться от укрепления доверия к превентивной дипломатии и, в конце концов, к созданию механизма разрешения конфликтов. Но хотя ОСИАНовский региональный форум сейчас находится лишь на первой стадии, тем не менее, одним из очень неплохих направлений является гуманитарное сотрудничество и спасение на водах. Это то, что Россия и ее партнеры по АРФ, включая ПНГ, могут и должны использовать. Причем эта площадка уже институциализирована и фактически представляет собой готовый плацдарм, с которого можно отстраивать взаимоотношения. Второй момент – это развитие межчеловеческих контактов. И об этом блестяще говорил Николай Николаевич. Позвольте мне не повторять то, что было уже сказано. Я скажу лишь одну вещь. То, что да, у Австралии, у США, у других игроков экономические позиции сильнее, чем у России, в том, что касается сотрудничества и с ПНГ, и с другими странами. Но у нас есть такой козырь, который по большому счету бьет все остальные. Нас, других боятся, а нас уважают. И других боятся, потому что Австралия, ну, в общем-то, все мы знаем, кто стоит за спиной Австралии, и все мы знаем, что гуманитарные интервенции являются скорее нормой, чем исключением. Китай – это долговая ловушка, и здесь никто не питает иллюзии, что после инвесторов придут военные, как это произошло в Шри-Ланке, а в том, что касается России, это устойчиво-позитивное восприятие, которое базируется на тех вещах, которые в настоящее время становятся все более и более популярными и востребованными. Это выстраивание отношений на основе равенства, не показного, а истинного равенства. Это неприемлемость давления в любых из его форм. Это, в конце концов, вызов существующему мировому порядку таким образом, что Россия может двигать консолидирующую повестку сотрудничества, что и происходит. И последнее направление – это экономическое. Но я бы сказал здесь вот о чем. Если мы говорим о том, что экономика требует административного ресурса, да, она требует административного ресурса. Хорошо, давайте мы его используем. Одно из направлений, на которое мы можем это сделать, это то, что в Папуа-Новой Гвинеи существует объективный запрос на развитие городского коммунального хозяйства. И чтобы, почему бы, например, нам не взять в качестве какого-то точечного проекта сотрудничества между администрациями наших крупных городов и крупных городов, пусть не столицы, а других крупных городов Папуа-Новой Гвинеи в развитии именно городского коммунального хозяйства. И все мы знаем, что, например, в том же Санкт-Петербурге есть чем поделиться в плане опыта, в плане наработок, в плане потенциала. И говоря о том, что здесь нужен административный ресурс, ну, хорошо, давайте признаем, он нужен, и мы готовы его использовать для того, чтобы наше сотрудничество стало развиваться в таком устойчивом, позитивном ключе и использовать этот административный ресурс как некую точку входа. И в конце, коллеги, я бы сказал вот какую вещь, что вернулся бы к отношениям между Россией и Папуа-Новой Гвинеи в увязке с отношениями между Россией и ОСИАН в формате стратегического партнерства. И здесь я бы повторил то, о чем уже было сказано раньше, но с моей точки зрения заслуживает того, чтобы об этом сказать еще раз. У России устойчиво позитивное восприятие в странах Юго-Восточной Азии и в Папуа-Новой Гвинеи, и это тот ценнейший актив, который можно и нужно использовать, потому что у других этого нет. Спасибо. Евгений Александрович, огромное вам спасибо, и действительно очень важную информацию вы с нами поделились. Я думаю, нашим Папу-Новой Гвинеевским партнерам это будет интересно. Представлю сэра Питера Бартера, это кавалер ордена Логохола и рыцарского ордена Британской империи, председатель туристической компании Меланежный турист сервис и Западно-Тихоокеанского университета, Меланезийского фонда, экс-губернатор провинции Мадан, экс-министр по делам здравоохранения провинции Бугивилля и выдающийся государственный деятель Папу-Новой Гвинеи. Откровенно хочу вам сказать, что сэр Питер Бартер, человек, перед которым с уважением склоняет голову все те, кто знает его, а знают его практически все в Папу-Новой Гвинеи, начиная от местных жителей, которые живут в деревнях, заканчивая премьер-министром, который с уважением относится к человеку, который вложил и сделал очень много для этой страны. Этнически он австралиец, но 40 лет проживает в Папу-Новой Гвинеи. И вот он такое отправил послание, послание нам. Он небольшую историю хотел бы рассказать о том, что он делал и как он связан с Россией, как он связан с историей наших отношений, начиная с Микуха Маклая. 20 октября 1969 года, это его доклад, российское исследовательское судно «Витязь» бросило якорь в порту Константина в бухте Астралябия, провинции Маданг, в месте под названием Грагаси. Здесь русские моряки воздвигли скромный мемориал, свидетельствующий о первом пребывании Николая Николаевича Микуха Маклая, которое длилось 15 месяцев. В то время я работал пилотом в авиакомпании, и в свободное время я основал туристическую компанию, известную как «Атака Турс». И вместе с менеджером Ли Саймонс мы представили возможность экипажу, пассажирам посещать деревню Грагаси, где они и встретились с потомком Туя, того человека, который первым подружился с Маклаем, и был его проводником во время первого путешествия и визитов на этот остров еще в XIX веке. В 1969 году политическая ситуация была напряженной, и Папу Новых Виней, которая в то время находилась под управлением Австралии, очень подозрительно относилась к этому визиту, поэтому очень внимательно следила за деятельностью гостей России. Также меня попросили прекратить распространение специально подготовленных листовок среди местного населения, опасаясь, что это была советская пропаганда. Вот такая интересная история. Несмотря на все эти опасения, визит прошел очень хорошо и в деревне Гарагаси, в деревне Гаренду, прошу прощения, на мысе Гарагаси, в честь первого прибытия Маклая в 1871 году был установлен мемориал довольно грубоватой отделки. С тех пор мы поддерживали связь с Туем, который в то время и был учителем в соседней деревне Бонго. С ним мы участвовали в подготовке к визитам гостей из России, финансировали публикации двух книг о Маклая под авторством Мэри Мэйнис и открыли зал, посвященный Маклая, в музее Маданг. Также сделали уголок в музее Маданг, посвященный России. К моему удивлению, в 1971 году я получил, прошу прощения, в 2017 году я получил электронное письмо от Николая Миклуха Маклая. Я позже узнал, что он является потомком и тезкой Маклая. Это послужило началом отношений, которые привели к нескольким визитам россиян в ПНГ, визиту делегации из ПНГ в Россию, в которую входили сотрудники из университета ПНГ и университета божественного слова из Маданга. Если бы не ковид, имели бы место и другие визиты, и другие экспедиции, которые позволили бы жителям обеих стран узнать больше о России и о ПНГ, что явилось бы одной из главных целей Маклая. Фонд имени Кухмака продолжает проводить исследовательскую деятельность, выпускать книги, фильмы, которые в конечном итоге привлекают больше внимания к ПНГ и туристов из России, поскольку ПНГ может предложить благодаря своей культуре, природной красоте, флоре и фауне, а также подводному миру, который, по мнению дайверов, занимает третье место в мире. Нелезинский фонд будет рад приветствовать вас в ПНГ и готов поддержать работу фонда после снятия ограничений ковид, также сделать все возможное для укрепления отношений, всесторонних отношений, благодаря моим связям в различных кругах. Вот такое послание от сэра Питера Бертера. Я от себя вам скажу, да, действительно, сэра Питера Бертера я когда-то отправил письмо такой проверки, что я Миколуха Маклая, я еще ни от кого не видел. Мне пришлось ответить по всем поколениям, к кому я как отношусь и как я отношусь к австралийской ветке, было очень интересно, проверка была очень строгой. Но я не ожидал, конечно, и той встречи, которая была для нашей российской экспедиции. Вы не поверите, мы подходили к берегу, к мысу Гарагаси, к берегу Маклая на большой красивой яхте. Вместо лодки, на которой мы должны были грести веслами, мы уже тренировались же до этого. Специально выбирали две лодки, чтобы не перевернулись, потому что планировали еще везти свинью на берег. И когда мы, планируя все это дело, подошли к белоснежной яхте, на которой он отдыхает с премьер-министром, конечно, для нас это был шок. Поэтому мы искренне благодарны сэру Питеру за многое. И действительно, он также финансировал восстановление мемориала, о чем здесь не сказано, от себя скажу, как мемориала памяти Миквухамакая. И поэтому память в этих деревнях сохраняется не только благодаря местным жителям, но и благодаря ему и последователям, которые идут вместе с ним. Я хотел бы представить вам следующего спикера, с которым мы недавно познакомились, провели огромнейшую работу за последнее время, человек с невероятнейшей энергией, инициативой, и благодаря которому очень многое стало развиваться здесь, в Санкт-Петербурге, по развитию Южно-Океанского региона. Я искренне благодарен за поддержку комитета по внешним связям, и человека, который занимается именно этим регионом, и который превосходнейшим образом знает не просто свою работу, а знает и то дело, которым занимается. Для меня большая честь его представить. Это Вячеслав Геннадьевич Колганов, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, начальник управления информацией и связей с международными организациями. Тема доклада о взаимодействии Санкт-Петербурга и Комитета по внешним связям с Папу-Новой Гвинеи. Вячеслав Геннадьевич, вам слово, пожалуйста. Большое спасибо, уважаемый Николай Николаевич. Прошу отнести все эти слова к деятельности нашего Комитета, к профессионализму его сотрудников. Что касается меня, стараюсь. Мы действительно знакомы с Николаем Николаевичем менее года. Если быть точно 25 июня, я впервые пришел в этот фонд. И, конечно, обаяние Николая Николаевича и, самое главное, те дела, которые делают сотрудники фонда во главе с Николаем Николаевичем, произвели на меня огромное впечатление. Ну, начиная свой краткий доклад, я хочу, во-первых, сказать, что представитель нашего Комитета Евгений Дмитриевич Григорьев и те сотрудники, которые сейчас находятся в этом зале, Игорь Владимирович Бондарчук и Ветерина Сергеевна Арно, они как раз в основном и занимаются Папу-Новой Гвинеи. Я нахожусь чуть-чуть в стороне. Итак, несмотря на то, что наше сотрудничество с фондом продолжается всего лишь менее года, за это время нам удалось реализовать несколько достаточно интересных проектов. Один из них – это впервые в Петербурге прошли дни Папа-Новой Гвинеи в том формате, что в социальных сетях в первый же день посетило около 50 тысяч человек. Любезно согласился музей «Россия. Моя история» и, в частности, его директор Черняга Олег Александрович принять выставку, принять многих гостей и организовать эти Дни Папу-Новой Гвинеи. Сейчас же, несмотря на нестабильную педиологическую ситуацию в стране и в мире, мы отмечаем сегодня 45-ю годовщину установления дипломатических отношений. И также накануне отметили эту годовщину рядом интересных и полезных с нашей точки зрения мероприятий. В частности, в феврале этого года в библиотеке Смольного провели очно-заочную конференцию под названием «У русских названий географических объектов в океане», объединившую специалистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Канберы, Владивостока. И, как мне сказали, после достаточно много студентов, вузов посмотрели эту передачу. Во время этой конференции я имел честь вручить Николаю Николаевичу православный катехизис на английском языке, издание Московской духовной семинарии профессора Ивана Глухова, который был в нашем городе издан и который распространяет общество памяти игумене Таисии, «Духовник и романах Александр». Я очень надеюсь, что эта книга будет передана в русскую православную миссию, которая рано или поздно будет организована в Папа Новой Гвинеи. Россия и Папа Новой Гвинеи имеют уникальные, относительно давние исторические связи, которые зародились благодаря экспедициям всемирно известного российского ученого-гуманиста, путешественника, мыслителя, предка Николая Николаевича Миклуха Маклая. В июле этого года мы планируем совместно с фондом отпраздновать еще одну знаменательную дату, о которой упомянула Людмила Георгиевна Воробьева, наш посол в Индонезии. Это 175 лет со дня рождения нашего прославленного соотечественника. Мы ценим, что именно город на Неве стал для Миклуха Маклая той самой путеводной звездой, главной отправной точкой всех его путешествий. Сюда он, будучи ребенком, приехал с семьей, закончил вторую петербургскую гимназию, затем учился в Петербургском университете. От этих берегов он отплывал в далекие странствия, в местности, в Новую Гвинею, в Океанию, в Юго-Восточную Азию, а после своих экспедиций возвращался сюда. Сюда, в конце концов, он вернулся вместе со своей семьей из Австралии. Этот же город стал и местом его упокоения. Премьер-министр Папа Новой Гвинеи, достопочтенный Джеймс Марапе, справедливо подчеркнул, что фонд, который возглавляет уже младший Миклуха Маклай, является мостом между Россией и Папой Новой Гвинеи в развитии культурных, гуманитарных, намечающихся деловых связей. Мы солидарны с этой оценкой деятельности организации, которая уже за четыре года своего существования достигла значимых результатов. В этом смысле я полностью согласен с его превосходительством, что фонд проводит очень большую работу и успех его деятельности. Это, конечно, во много заслуга его основателя. Который заряжает всех нас энтузиазмом и созидательной энергией. Между нашими странами сегодня имеется исключительный потенциал для культурного, гуманитарного сотрудничества. В последние годы в Папа Новой Гвинеи увеличился интерес к русской культуре, к православию. Как отметил митрополит Сингапурский и юго-восточно-азиатский, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, владыка митрополит Сергий в ходе своего выступления во время открытия Дней Папа Новой Гвинеи в Петербурге в декабре. Сейчас большая часть населения Папа Новой Гвинеи исповедует христианство. И уже многие из местных жителей устремляют свой духовный взор к православию именно русской традиции. То есть самой традиции, которой принадлежал и Николай Николаевич Митлуха Маклай. Есть информация, что уже свыше сотни человек обратились Святейшему Патриарху Кириллу на предмет возможности организации в Папу Новой Гвинеи православной миссии. Нам очень важна поддержка власти Папа Новой Гвинеи. И, безусловно, открытие православного прихода способствовало бы сближению двух наших народов. Также напомню, что на фестивале Дни Папа Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге среди присутствующих были православные миссионеры, пастыри, а также студенты из Филиппин, Индонезии и стран канонической территории православного экзорхата Юго-Восточной Азии Русской Православной Церкви, которые получают духовное образование в Петербурге, в Петербургской духовной семинарии и академии. Большую работу по развитию православной культуры в Папу Новой Гвинеи проводит фонд имени Миклуха Маклая. Об этом на открытии фестиваля упомянул советник патриаршего экзарха, сотрудник отдела внешних церковных связей Дмитрий Иванович Петровский. Он отметил, что фонд также поддерживает молодые православные общины в Папу Новой Гвинеи. Выразил надежду, что в ближайшем будущем студенты из Папу Новой Гвинеи приедут в Петербург и будут приникать к неисчерпаемому колодцу духовной радости святого православия. «Общая вера, общие молитвы – это то, что объединяет народы поверх каких-то политических, экономических и иных конъюнктурных моментов, то, что устанавливает сердечная связь между нашими народами и нашими странами», – сказал Петровский. Вы простите, что в этот день я столько времени уделяю нашей духовной культуре, православию, но это было бы неуместно не сделать накануне памяти святителя Николая, архиепископа миролитических чудотворцев, который отмечаем завтра. Ну а сегодня, конечно, как вы знаете, день Евангелиста и Богослова Иоанна, апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Меня, возможно, многие поддержат в том, что Папа Новая Гвинея населяет гордый, открытый народ, которому невозможно что-либо диктовать, который может принять только все сам своим сердцем. Это настоящие воины, борцы, которые четыре с половиной десятилетия назад для себя приняли решение о том, что они будут независимы и отстаивают свою независимость. В сентябре 1975 года наша страна, тогда еще Советский Союз, одной из первых признала политическую независимость Папа Новой Гвинеи, а уже в следующем году были установлены дипломатические отношения, память которых мы сегодня и празднуем. Надеюсь, что сегодня, вопреки текущей эпидемиологической ситуации, двустороннее сотрудничество между нашими странами будет сопровождаться все большим числом проектов поступательным развитием. Уверен, что к 50-й годовщине мы выйдем с конкретными результатами нашего сотрудничества. Как минимум появится Институт почетных консулов, что позволит получить нам больше информации о двух странах, активизировать сотрудничество по многим направлениям. Со стороны Комитета по внешнему связи Петербурга хочу заверить, что мы окажем всемирную поддержку в развитии культурных, гуманитарных, академических и деловых связей между Северной столицей и Папой Новой Гвинеи. В нашем городе находится главный штаб военно-морского флота. Насколько известно, в 2018 году учебный корабль «Перекоп» посетил порт Морсби, надеюсь, что дальнейшие контакты, визиты, дружеские визиты кораблей военно-морского флота из нашей столицы, из Владивостока, будут также полезны для развития отношений и утверждения суверенитета Папа Новой Гвинеи. Уверен, что дружеское отношение между нашими странами, сложившееся на протяжении десятилетий, основу которым заложил наш соотечественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай более ста лет назад и в будущем послужит прочной основой для дальнейшего расширения и усиления взаимодействия по обеспечению безопасности, мира, стабильности в Азиатско-Тихьянском регионе. Большое спасибо. Вячеслав Геннадьевич, огромное вам спасибо. Вы очень много упомянули о деятельности фонда. Я должен сказать, что, конечно же, это общая работа и большой плюс, и благодарность моя за то, что наша деятельность позволила сейчас и заниматься этим регионом более широко и в какой-то мере создаваемой ассоциацией, кстати, фонд является же и учредителем создаваемой ассоциации, Всероссийской Ассоциации Южно-Тихьянского региона, которая во многом благодаря которой, благодаря объединению ученым, в которую мы можем смотреть очень серьезно будущее и благодаря которой организована тоже эта конференция, то есть с участием, которая организована эта конференция, в которой практически все, кто сейчас здесь находится или входит, или имеет к ней отношение, так или иначе, потому что действительно эта ассоциация позволила объединить тех людей, которые обладают хорошим багажом знаний, которые стоит использовать во благо науки человечества и во благо тех людей, которые и в Папу Новобине, и в России, и в мире. И по итогу сегодняшней конференции, которая сегодняшнего симпозиума, поскольку сегодня у нас ограниченное по времени и по регламенту выступление, будет возможность провести и самое важное, это премия, обсуждения, в ходе которых участникам будет предоставлена возможность дискутировать насчет перспектив развития отношений России с Папу Новобине и стран Южно-Тихианского региона. Соответственно, будут приглашены спикеры из Папу Новобине и из других стран для того, чтобы мы могли более глубоко это обсудить. Сегодняшнее, я думаю, событие, оно будет хорошим толчком к этому и для всех членов ассоциации, а также наших партнеров, будет сделана рассылка, где вы узнаете, на какую дату будет назначена эта конференция. Я должен сказать также, что общаясь с Министерством иностранного дел, те направления и то, что мы делаем, это является серьезной новаторской идеей, позволяющей действительно выстраивать хорошие и дружеские отношения. Вот та научная дипломатия, та возможность давать консультацию по регионам, которые мы сможем давать благодаря нашим отношениям, благодаря тем же конференциям регулярным, это то бесценное, которое, ну, действительно, не купишь ни за какие деньги. Вам огромное спасибо за ваше участие, каждому из участников, каждому из спикеров, за ваше время, за то, что вы к ней готовились и за то, что она состоялась. Хочу поблагодарить всех партнеров и с праздником 45-летиями в добрый путь для того, чтобы дальше осваивать Южно-Сихянский регион. Всего вам доброго.